Друзья, всем привет! Последнее время по выходным на канале выходят ролики про недвижимости. Мы катаемся по различным жилым комплексам, общаемся с людьми. Они нам показывают, что купили, плюсы и минусы, чем довольны, чем недовольны. Я думаю, блин, надо бы нам разбавить, снять что-то из загородной недвижимости. Потому что многие же говорят, вот лучше дома, своего дома, ничего нету. И буквально несколько дней назад мне пишет человек, что вот хочет приобрести себе загородную недвижимость. То есть двухэтажный дом площадью около 150 квадратных метров. Внимание, у Глеба Пьяных. Кто такой Глеб Пьяных? Глеб Валентинович Пьяных родился 15 апреля 1968 года, Москва. Российский журналист и телеведущий. В 1992 году закончил МГУ на факультете журналистика, тем самым получив высшее образование. Многим Глеб известен как автор и ведущий программы «Максимум», которая выходила на НТВ с 2005 по 2012 год. В открытых источниках и биографии Глеба найти информацию, что он имеет профильное образование по строительству, не удалось. Совсем недавно на канале у Глеба выходил ролик, где он рассказывал, что клиент может быть неправ и был в негодовании по сложившейся ситуации. Суть в следующем. Мы оставим ссылочку на этот ролик. Вы можете перейти, посмотреть, что рассказывал Глеб. И сегодня мы, скажем так, пользуясь возможностью, дадим высказаться тому самому Игнату. Это вымышленное имя человека, которое ему обозначил Глеб. Доедем до этого дома, и он нам покажет, что же ему на самом деле обещали и что же он получает на деле. Этот сюжет будет по-настоящему горячий и по-настоящему интересный. А самое главное полезный. Когда нам рассказывают, вы получите крутой дом, ну давайте посмотрим, что же человек получит на деле. И в этом сюжете у меня есть просто шикарный спонсор выпуска, но о нем я вам расскажу чуть позже, когда это будет действительно в тему. Магия монтажа, и мы уже находимся в автомобиле у Егора. Знакомьтесь, Егор, привет. Всем привет. Егор, тебя прозвали Игнатом. Давай, я сперва расскажу, откуда вообще мы с тобой знакомы. У Егора есть замечательная супруга Дарья, с которой мы снимали ролик про дом в поселке Бенелюкс. Помните ту самую загородную недвижимость ценой 250 миллионов рублей, про которую многие писали? Реклама, ты нам впариваешь дом за четверть миллиарда. Собственно, там мы с ребятами познакомились, пообщались, разъехались, да и все. Егор, расскажи, пожалуйста, как так получилось, что ты вышел на Глеба, ты вышел на тот самый единственный дом, который продается. Расскажи вот эту историю. Я думаю, как и большинство его аудитории, я в этом проекте по YouTube-каналу Глеба Пьяных. Я смотрел его с самого начала, наверное, еще года два назад, когда он только начинал свой блогинг. И мне нравился контент, мне была интересна повестка, которую Глеб внес своей аудитории. И у него канал называется «Дом за год». Глеб прошлым летом пообещал построить поселок за три месяца. Это было очень интересное предложение. К сожалению, мы не смогли зайти в этот поселок. И сейчас я увидел у него ролик о том, что продается уже готовый дом в этом поселке. И мы можем его приобрести за 8 миллионов рублей. Ты позвонил Глебу, он тебя пригласил на встречу, правильно ли, как это происходило? Да, я позвонил его помощнику, у меня не было номера Глеба. Там с помощником оказалось, что он уже не работает на Глеба. Но, тем не менее, меня свели с Глебом. Я приехал, посмотрел. Мне с первого раза, как человеку, который покупает на эмоциях, на тот момент, я просто приехал, приехал посмотреть дом, который готовый. Я вижу готовое строение. Зашел на эмоциях, вроде все нравится, окна, стены, все хорошо. Хорошо. Посмотрел, думаю, ну вот пару моментов, которые я бы, наверное, внес в корректировки. Потому что есть эксплуатационные особенности, связанные именно с этим домом. Чуть позже я про них вам расскажу. Готовое решение. Вот ты говоришь, увидел там окна, двери, само строение. Вода есть в доме? На тот момент я думал, что есть все. То она была вода или нет? Вот на тот момент я думал, что есть все. Электричество, вода, все коммуникации. Все есть, все готово. Можно уже эксплуатировать недвижимость. Ну а пока мы едем, давайте я вам кратенько напомню, с чего все началось. Около года назад у Глеба появилась идея построить поселок на 7 домов. Он находится в 30 километрах от Москвы по Новорижскому шоссе. Изначально дома должны были быть построены на участке площадью 7 на 7 соток. В дальнейшем он так и стал называться поселок 7 на 7. Он подготовил проекты, сделал рендеры готовых домов. Вот так это изначально презентовалось. Так дома должны были выглядеть. Цена вопроса. Вот смотрите. Дом примерно площадью 150 квадратных метров. Он должен был стоить 3 миллиона рублей. Плюс 1 миллион рублей за земельный участок, на котором он стоит. Плюс 1 миллион рублей за благоустройство. В благоустройство входило следующее. По периметру участка должен быть один единый общий забор. Между домами заборов быть не должно. Вы живете в неком сообществе, где вы хорошо общаетесь с вашими соседями. Вы выходите на улицы, вы видите их, вы с ними дружите. То есть у вас нет такого, что каждый в своем доме, каждый за своим забором. И те, для кого он эти дома строил, для кого он их презентовал, этой идеей были рады. Многие на это согласились. В том числе Егор и его супруга Дарья эту идею поддержали. Им это показалось интересно. Также на территории должна была быть общая детская площадка. И должен быть отдельный въезд в поселок, где стоит шлагбаум. И отсыпная дорога для того, чтобы вы спокойно могли передвигаться. Таким образом, коммерческое предложение звучало очень круто. 5 миллионов рублей вы платите и получаете готовое решение. 7 человек, как выяснилось, Глеб нашел очень быстро и началось строительство. Ну а теперь давайте перемещаться в сторону поселка и посмотрим, что получилось на деле. Итак, друзья, мы наконец-то доехали до поселка. Зашли вот в эти 7 домов. Поселок 7х7. Вы посмотрите, что вообще происходит вокруг. Я, честно говоря, нахожусь в легком шоке. Вот это как бы получается, что готовые дома. Все. Здесь ремонт сейчас уже нигде не ведется. При этом, общаясь с ребятами, они говорят то, что как бы все дома по сути не доделаны. Их нужно доделывать. Рабочие здесь проживают. Вон стоят бытовочки, их они периодически ходят. Но как таковой деятельности здесь никакой не ведется. Вы посмотрите, просто какой здесь срач. Здесь все брошено. Стекло стоит. Дерево валяется. Самое главное, с чего я просто офигел. Вы посмотрите, вот это вот. Вот это меня, конечно, больше всего удивило. Потому что иной раз люди рассказывают. Жизнь за городом, свежий воздух. Ты вышел, простор, чистота. В силу того, что дома каркасные, остается очень много древесины. Накидывают древесину, накидывают в одну кучу пищевые продукты, остатки, полиэтилен. В общем, весь мусор, который при строительстве есть, туда кидают. И все это палят. Соответственно, мы приехали, ничего не горит, но вонь стоит неимоверная. Ветерок подул, оттуда паленой помойкой воняет. Я, честно говоря, удивлен, как вообще это допускают. Потому что, на самом деле, ну неправильно так делать. Закажите вы машину, 4000 рублей она приедет. Накидайте туда мусор, контейнер заберут. Все, будет чистота. Вот я, честно говоря, в легком шоке. Потому что до приезда сюда я такой картины не видел. И самое главное, что ты, что твоя супруга, с ней мы сегодня еще пообщаемся. Вы все-таки остаетесь на позитиве. Типа, да, это же все как бы, ну, временно. Ты расскажи, пожалуйста, людям, в первую очередь, дом стоит, да, видно. В дом мы сейчас, ребят, с вами зайдем. Что с документами? Насколько я знаю уже из разговора с тобой, земля 7 на 7 площадью, она общая. Соответственно, размежевания нету. Вопросы остаются, есть ли разрешение на строительство или нету. Уже я, как ты рассказал, есть люди, кто говорят, что это вообще могут, по сути, снести, как незаконное строительство. Два раза Глеб пытался подавать на размежевание, ему два раза отказали. Что здесь вообще происходит? Ну, ты полностью прав, здесь нет ни свидетельства на дом, ни свидетельства в собственности на землю, есть долевое участие. Глеб в последнем ролике про это рассказал, его очень сильно захейтили в комментариях. Как говорит Глеб, он оптимист, что либо мы сейчас идем подаем на межевание, и нас как бы размежевывают, и все хорошо, либо мы делаем общественный контент для Глеба. Слушай, подожди, общественный контент для Глеба, это окей, Глеб, это отдельная персона, для него это сюжет, это хорошо, возможно, для него. Для него. Ты отдаешь свои деньги, ты копил бабки, ты работал, 8 лямов, ты сейчас отдашь, и что будет, если, условно, завтра, да, придут и скажут, ребята, ломайте еще и за свой счет. Ну, значит, так и будет, а что, если это будет предписание судебное, от этого никуда не уйти, и это, ну, должен каждый человек понимать. То есть есть во всем риски, есть дешевая цена, есть риски. И обращаю внимание, что по цене ошибки нет. Изначально дом презентовался вот так за 5 миллионов рублей. В процессе строительства выяснилось, что смета превышается на плюс 2 миллиона рублей. При этом сам дом стал видоизменяться. Обратите внимание, что изначально окна должны были быть здоровые в два этажа, но, как выяснилось потом, окна такие очень дорогие, они стоят порядка 500 тысяч рублей, и, соответственно, начали ставить окна подешевле. Тем не менее, все равно смета выросла на плюс 2 миллиона рублей. Человек, который владеет данным домом, который хочет купить Егор, Глеб здесь выступает в роли застройщика. Говорит, дом стоит, соответственно, я хочу еще лямчик сверху поиметь. То бишь, я хочу заработать, так как время идет, дом построился. Таким образом, он хочет продать его за 8 миллионов рублей. Но тут есть момент другой. Когда Глеб изначально показывал вот именно тот ролик, что дом за 8 миллионов, там не сказано про такие риски. И они постепенно, то есть сперва вроде говорят, да, ну ничего страшного, придем размежуем, будет все хорошо. Обратная сторона, она как бы потом приходит, когда уже юристы тебе начинают доносить про это. И обязательно во всех сделках нужно обращаться к юристам. Я, благо, это знаю, и я не несу деньги вперед. Документов я сперва их пытаюсь изучить, хотя бы те обязательства, которые на себя люди готовы возложить. Здесь же мне говорят, либо готовь документы сам, хотя бы на доделки дома, на строительство дома, потому что у меня есть прямая трата на дом. Я его покупаю. Но если я захочу его продать, то налоговая мне скажет, плати 13%, у тебя нет подтверждения того, что ты внес деньги за дом. Слушай, я тебе, знаешь, я тебя так чуть-чуть приспущу, ты говоришь, если я захочу его продать, ты сначала найди дурака, который у тебя с такими документами купит этот дом. Нет, это я про хороший исход, что через пару-тройку месяцев, мы же позитивно мыслим, мы станем собственниками не только доли, но и земли, и дома, и спустя какое-то время, пожив, общавшись здесь с людьми, если мы захотим отказаться от этого объекта недвижимости, то вот в случае вот в этом, вот в случае продажи, тогда, да, мне, возможно, придется заплатить 13%. Ну и зачем ходить вокруг да около, когда вам всем интересно посмотреть, что этот дом из себя представляет. После первой встречи Егора и Глеба, было принято решение, что Егор готов этот дом покупать, Глеб со своей стороны сказал, что один месяц на устранение всех недочетов, всех косяков. Месяц прошел, Егор принимает участие в обустройстве этого дома, он уже себе заказал кухню, хотя они еще договор никакой не подписали, никаких документов он не видел, сумму за дом он еще не внес. Параллельно с этим, в силу того, что у них сейчас образовался такой конфликт, Глеб этот дом продает параллельно, его можно также купить. Суть следующая, друзья, давайте посмотрим, какие косяки ребята увидели в этом доме, и что я увидел, когда мы туда приехали, дали возможность по этому дому походить. Отдельно хочу обратиться к Глебу и к его зрителям. Ребята, ни в коем случае мы не переходим ни на какие личности, не нужно принимать это как личную обиду, как нападение именно на Глеба. Есть продукт, есть дом, есть люди, которые пригласили и сказали, вот смотри, что мы хотим купить. Пойдемте посмотрим, что они хотят купить. Я, честно говоря, в шоке, но вы почему-то еще улыбаетесь. Вы просто, ребята, гляньте, готовый, готовый дом. Ты приходишь, тебе как бы вот должны презентовать. Вот это вот просто-напросто мусор. Хочется задать вопрос, а почему его не убрали? Почему у вас здесь везде срач? Куча вопросов, которые начинаются даже с простых вещей, когда все вровень, где-то какой-то кусочек. Это вот из первого деталей полно. Пожалуйста, саморезы кровельные в цвет. Обычные саморезы не в цвет. Он вообще торчит, то есть он не... А это что? Это гуляет. Соответственно, это знаете, ребята, что? Это когда ветер будет, сильно идут и задувают сюда. Это может быть вот такой звук, и ты, соответственно, будешь наслаждаться этим делом. И это только начало. Шла-шла обшивка, и до конца она не дошла. Вопрос, почему? Оп, все, бросили кусочек. Оп, бросили или он отвалился? У меня такое ощущение, как будто это все сделано так, что ветер подует, и все это нахрен летит. Оп, пожалуйста, тебе, на. Сюда можно задувать, задувать, заносить, заносить. Не дай бог, если какой-то окурок туда залетит, что будет дальше? С Егором ходим, он говорит, периодически вот слышите, слышите какой-то звук. А откуда звук-то? Вот, это может вот ветер где-то подул, чуть сильнее волна пошла, чуть вот так вот ударилась, а передача-то по всему дому идет. Это, соответственно, все будет слышно. Но вот это ненормально. Это сильные порывы ветра, он будет весь греметь. Это я еще, друзья, не сильно. Так, пальчик вот. Это вот сильно. Это вот установленная дверь. Мы, получается, ее закрываем. Сейчас, например, если присматриваться, вот Егор отмечает, что видно щели, они вот даже, реально, если смотреть туда, ну, через камеру, друзья, тяжело будет подать, но их видно, и просто посмотрите, вот дверь закрыта. То есть она гуляет. Смотрите, я ее закрыл, я ее захлопнул, но она вся ходит. Соответственно, это вот готовое решение установленное. Ты выходишь на терраску, открываешь ее, и здесь красота. Ну, вот посмотрите, какая красота получается у нас на терраске. Ты выходишь, во-первых, сейчас, да? Ну, это я так подозреваю, вот этот скрип, это само собой разумеется, это ничего страшного, все понятно. Ты выходишь сюда, это сейчас еще весна, деревья не распустились. Дальше здесь будут стоять тени. Вот этого солнышка красивого, который падает вам в стакан, вы его просто-напросто не увидите раз. Три елки какие-то, просто, знаешь, фраздобой несуразный. То есть они вообще, ну, как бы, не в тему. И самое главное, я в шоке с того, что как можно вот это вот все оставить и не убирать. Невооруженным взглядом видно, что здесь все сикость-накость-кривое. Можно говорить, что это все закрывается плинтусами, все будет нормально, но просто видно, что вот эта стена, она вот так вот идет. Вы посмотрите сами. Я не знаю, на камеру передастся, нет. Вот здесь у нас, получается, идет выступ. Готовый дом или около того, за 8 миллионов рублей. Щит, он не подписан. Я прошу это сделать уже месяц. Не скинули проект, там нет ни однолинейной схемы. Собственно, я не понимаю, какой автомат куда идет и как цепочка электропроводов здесь проложена. И сейчас все сделано на времянке. То есть вот просто к одному автомату идет кабель и этот кабель идет в котельную. И, собственно, все на удлинителе. И работает только один пилетный котел, когда он останавливается, второй электрический не включается и просто дом начинает остывать. Какие у тебя тактильные ощущения от поглаживания стены до того, что ты дотрагиваешься от стены? Ну, она все шершавая. Такое ощущение, как будто ее не обработали. По смете здесь идет два раза покраска с шлифовкой после первого раза покраски. Но мне кажется, что здесь либо вообще в один слой выкрашено, но по качеству покраски, наверное, все-таки в два. Но шлифовку, на мой взгляд, это точно не делается. Для объективности отметим, что есть стены, которые отшлифованы. Но при этом обратите ваше внимание на состояние и качество древесины, которое используется внутри дома для отделки. Такое ощущение, как будто это все откровенный брак. Оно все битое. И, видя это, и все равно используя это для интерьера, очень странное решение, что все-таки было принято решение такое дерево использовать. Вот это, конечно, прикол. Смотрите, друзья, канализация, да? Стена идет. Условно, трубу как продолжать-то? Вот она стоит. И просто, насяльника, все сделали, как ты просила, насяльника. Соответственно, вот это что такое? Ну, вы видите, да? Она прямо стоит вплотную к стене. Почему гипсокартон режут? Потому что слишком близко стоит канализация. То есть, она должна чуть выходить сюда. Вот, например, вот здесь должна быть душевая кабина. Здесь раздолбили пол, потому что не могут сделать выводы трапа под такой вывод канализации. И, соответственно, нужно ее сдвигать полностью. Еще ты можешь там посмотреть, что за теплоизоляция в полу. Видишь, там трубка валяется? Это переработанная бумага. Газеты старые. То есть, я не знаю, насколько это эффективно. Я смотрел в Ютубе, говорят, вроде нормально. Мы потом на улице можем посмотреть, что за упаковка. Ну, там прям вот можно что-нибудь прочитать. Мне отец говорит, купи себе дозиметр. Вот ты лазишь по этим домам, сейчас бы неплохо было бы засунуть дозиметр, потому что многие вещи, вот эти прессованные, их делают из мусора. И, соответственно, вероятность того, что не обязательно у тебя, а где-то, когда-то дозиметр сработает и будет фон радиации, он есть. Нужно ли быть крутым специалистом, чтобы вот понять, что вот это вот точно не нормально. Такие вещи не должны быть. Все же должно ровно быть. стык в стык. Мизинец сюда может практически пролезть. И это еще только сейчас. А со временем еще хуже будет. Вон там саморез торчит. Его видно, да? Соответственно, это весело. Вот уже все треснуло. Да, блин, и вид, про который Глеб рассказывает, то, что, а, как здорово, выходишь ты к окну на один участок. Он еще пока не построился. Рядом второй участок. Тут кусок земли, явно чей-то, но пока свободен. Туда ты выходишь на палеты, на чужие дома, либо вот на эту стену. Вот так заходишь визуально, да? Сейчас снимаю на GoPro. Вроде бы и норм. Даша, покажи, пожалуйста. наступаешь, а здесь все живое. Я не знаю, как это комментируют. Наверное, никак. С окнами тоже есть момент такой немножко непонятный. Есть идея Глеба вырезать вот такие вот откосы. и вот петля. И сейчас мы попробуем открыть это окно. И оно у нас вот... Слушай, ну это круто, это круто. Я не против этого. И самое главное, что, смотри, обратите внимание, что здесь оно получается прямо вплотную, а здесь, здесь, здесь выше, выше, понимаешь, здесь что-то щель. И получается так, что... Дополнительное проветривание. Дополнительное проветривание. Но здесь все равно там будет смеситель стоять, раковина, как бы, я не против... То есть здесь еще есть смеситель раковина будет стоять? Ну, тут, да, зеркало тут будет вклеено когда-нибудь. Да. А здесь момент вот с этой ванной. Мы можем сейчас вытащить пару мешков. Во-первых, когда ты лежишь в ванной, наверное, хотелось бы смотреть в окошко на красивый вид деревья там. Но здесь сделан слив таким образом, что ты... Лечь сюда не сможешь. Ты будешь на стену смотреть, на смеситель смотреть, на лейку смотреть, но никак не в окно. А это первый момент. Второй момент, это высота всей этой конструкции. Если я встану сюда, у меня рост метр девяносто четыре, я думаю, что я буду около потолка. Да, то вдруг я окажусь тут пустословым каким-то. То есть вот еще будет тут натяжной потолок, но, соответственно, он опустится. Вот, но сантиметра, наверное, на два. Там крепление идет, может, четыре. Короче, ты будешь прямо... Прежде чем лейка по наружной идет, то есть она здесь, по идее, должна быть не встроенная и брусок идет прямо по центру, то есть ее даже встроить будет довольно проблематично, а идет по наружной части. И, соответственно, она где-то... Ну вот, вот ее будет высота. Вот. Прежде чем она идет сюда и опуск вниз. Если ты захочешь принять здесь душ, то тебе придется, во-первых, пригинаться. Ну, со стульчиком, знаешь, со стульчиком, да, скамейка. Вот еще обратите внимание, когда красили стены, получается, плохо спрятали окна, и получается так, что вот это все, это краска. То есть это не грязь, это краска, и это все краска. Соответственно, это все нужно оттирать, отмывать. То есть, ну, это к тому, что это какое-то странное, небрежное отношение к делу строителей. Почему за этим не следил главный прораб, это тоже остается вопросом. По поводу каркасных домов есть очень много споров. Одни говорят, что это классно, это экологически чистые дома, в них лучше жить, они дешевле, доступнее. Вот лестница деревянная. Когда ты начинаешь по ней подниматься, слышен звук. И это пока еще все новое. Со временем все это дерево начнет скрипеть. Соответственно, ваши дети, вы когда будете подниматься, все это будет рассыхаться. И все это, друзья, начнет просто-напросто гулять. Пока новая она, она не скрипит. А со временем будет так, то что ты поднимаешься и будут вот у нас она идет, 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 идет. И Херакс, она вылазит сюда. Мне кажется, или то есть грамотнее было бы, чтобы продумать лестницу так, чтобы она была заподлицо и ровненько стояла, а не так, что слева она как бы будет обратить внимание, что вроде нормально, а здесь она тупо упирается в косяк. Вот тут вы получаете шикарную кладовку, которую теоретически потом можно будет пройти полусогнутым. Соответственно, здесь изнутри можно смотреть, как хорошо, смотрите, крутили саморезы, то, что все дерево потрескалось, все саморезы загнаны как-то криво, они вон торчат, просто-напросто. Вот он саморез, смотрите, идет. Да? Блин. Тут тоже не подлезешь. Ну вот он, да, вы видите, то есть он проходит насквозь. И вот здесь все тоже кривое, то есть, соответственно, она не плотно прилегает, то есть, видите, здесь она стоит, тут она отходит, не хватает подпорки. Оп, но тут уже все. Тут, конечно, куча вопросов, а здесь при этом стоит, здесь опять не хватает, но это вообще, блядь. Первое, что бросается в глаза, на мой взгляд, это батарея, которая, друзья, мне кажется, или она висит вот под таким наклоном, то есть она висит криво. Есть такой момент, что она закошена. Не единственная батарея, таких штуки три точно, которые я так увидел. Мы заходим на второй этаж, такая же батарея и такая же история, она тоже висит криво. Она не работает, эта батарея, она сломана. Вот это? Она течет еще? Ну, у нее сердце она течет. Я не имею представления, как должен встать наличник у двери. Вот есть коробка дверная, есть пена, а есть наличник, который поверх пены и коробки встает и закрывает ее. Но я, честно говоря, не понимаю технически, как здесь будет это выполнено, и пока мне никто не ответил. Уголок, наверное, какой-то. Тут, как бы, знаешь, такое ощущение, как будто еще все брошено, не доделано. То есть здесь все не доделано. Вот даже вот эта часть, где еще эта доска-то? Ну, нам обещали за месяц доделать, из-за того, что обещали доделать, ничего. Двери поставить, полы здесь. Вот это, кстати, уже финишное покрытие. В смете, по-моему, материал, могу сейчас ошибаться, я перепроверю, в районе 118-18 тысяч рублей стоит вот эта вот доска. И это уже финальный отделочный материал, который просто лакируется. Ну, вы у Глеба спрашивали, что он ответ? Он ничего не отвечает. А знаешь, там постоянно... Он выкладывает ролик. Да. Про вас, что вы, типа, недовольны? А, про Игнат. Ну, Игнат, это Айкей Егор. Еще фишка в том, что у них дом получается угловой, и когда все начинает таять, все вот здесь вот так вот стекает, и как раз проходит через их дом, и потом потихонечку, потихонечку уходит в овраг. Соответственно, борьба с водой, это вообще очень важно, и для дома это страшно. Ну, соответственно, дренаж, это тут надо очень хороший дренаж сделать. Ну, просто грубо говоря, смотря сюда, я думаю, люди, кто в строительстве разбираются, кто этим занимается основательно, но уже все выводы сделали. И вот дальше продолжать еще можно очень много, потому что в общении с Егором всплывают следующее. Вот в феврале, когда стояли морозы, он был в этом доме. Пол на первом этаже холодный, а поднимаясь на второй этаж, там дышать нечем. Задавая вопрос, что со скважины, есть ли на нее разрешение? Задавая вопрос, откуда идет вообще электричество, и есть ли на него разрешение? Егор, как человек, который потенциально хочет купить этот дом, ответы на эти вопросы не знает. Если копнуть глубже, а что с канализацией? Нет ли здесь такого, что идет одна общая труба, и к ней уже примыкают по одной трубе от каждого дома? То бишь, если забьется первый дом канализации, то, соответственно, автоматом забьются все остальные. Каркасный дом, это очень тонкая работа. Здесь нужен большой опыт для того, чтобы грамотно построить дом. Здесь нужен огромный опыт для того, чтобы грамотно закупить хороший лес. Найти хороший лес для строительства дома в нашей стране, к сожалению, это большая проблема. Вполне возможно, что на поставленные вопросы есть внятный ответ, который удовлетворит любого владельца потенциального этого дома. Но ребята хотят купить, у них ответа на эти вопросы нет. Глеб, обращаю твое внимание, что в данном видеоролике нет ни одного грубого слова в отношении тебя. Мы исключительно рассматриваем тот продукт, который ты создал и который ты продаешь. Те, кто давно подписан на канал, я думаю, уже по кадрам узнали, что это мой дом. Я уже с нетерпением жду, когда же поскорее я перееду в свою новенькую в кавычках квартиру. Все-таки вторичка, но тем не менее, для меня она будет новая. И здесь вопрос, естественно, станет о том, что местами что-то придется по ремонту переделать полностью. Где искать бригаду толковую, кто будет заниматься ремонтом? Помните, я вам уже неоднократно рекомендовал Славика и его команду. Вот именно к ним я и обращусь, для того, чтобы вам на деле, на личном примере показать качество работы ребят. Ребята делают ремонт как в квартирах, так в офисных помещениях, нежилых помещениях, в любых помещениях. Все они могут сделать. У Славика своя команда. Они приезжают, снимают замеры. Соответственно, предварительно, по вашим пожеланиям, все калькулируют, считают, сколько это будет стоить. Далее, если вас все устраивает, составляется договор. И уже по договору, где прописаны сроки, порядок оплаты, обязанные сторон начинают выполнять работу. К ним точно так же можно обратиться под комплексный ремонт с точки зрения того, что и они же вам будут закупать материалы, все привозить, чеки, отчетность, все само собой предоставляется. Смотрите, в описании к ролику остается контакт на Славика, остается ссылочка на их инстаграм, где вы можете посмотреть живые работы. Как только я заеду, как только у меня начнется подвижка с ремонтом, я обязательно вам покажу, как было, как стало. Если вам нужны толковые ребята, проверенные ребята, за которых не придется краснеть Славик, за которых не придется краснеть, ты все помнишь. Обращайтесь к нему, он все сделает как положено, рекомендую. Друзья, знакомьтесь или вспоминайте Дарья, именно с ней мы вам показывали домик за 250 миллионов. Даш, слушай, мы снимаем здесь первый и последний раз, мы ни в коем случае не пытаемся на вашей теме как-то хайпить. Вы пригласили, сказали, вот у нас есть сюжетик, мы с тобой общаемся. Я уж, конечно, не хочу громких слов кидать, но не кажется ли тебе, что ты покупаешь какое-то говно. И говно самое натуральное. И то, что вот это вот подход просто даже человеческий, когда ты приходишь. Друзья, я, возможно, ошибаюсь. Мы делаем открытый сюжет, напишите ваше мнение в комментариях. Ты как на это вообще смотришь? И еще Егор говорит, что Даша очень сильно хочет заехать. Слушай, нет, на самом деле история совсем другая. Мы, на самом деле, за этим проектом следим еще с летом. Мы приезжали, когда тут не было ничего. И мы встречались с Глебом. Егор задал нам вопрос по юридической части. Глеб разорался и ушел. Мы такие, ну ладно, типа не будем покупать. Вот на этом акцент. Общаясь с Егором и вообще в целом рассказывать так, что Глеб вспыльчивый человек. Очень. И он может там в процессе, когда какие-то вопросы неудобные, раскричаться и убежать. Это действительно такое может быть. Да, это действительно так. С человеком очень сложно вести какие-то переговоры. То есть в моем понимании, когда ты договариваешься о цене, проверяешь документы, ты садишься за круглый стол и обсуждаешь в нормальной обстановке. С юридической части по земле мы решили, что здесь ни хрена ничего не понятно и что будет дальше, это вопрос большой. Раз, дальше. Когда мы приехали сюда уже смотреть этот, на самом деле здесь работа кипела. Было очень много строителей внутри. И Глеб сказал, вот тут мы переделаем, вот тут доделаем. Да, я вижу косяки, мы их все устраним. Как ты понимаешь, никто ничего не устранил. Начал делать наш рабочий и Глеб поднял ручки, увел своих рабочих и вот уже месяц в доме ничего не делается. Более того, представляешь, когда мы приехали, была плитка в санузлах. Ну и оставалось там поставить ванну, унитаз и все. Когда мы приехали в следующий раз, плитку сбили. А сбили зачем? Якобы неправильно ее положили. А, то есть косяк был с плиткой. А что? Гидроизоляции не было. В деревянном доме. Одним из камней преткновения была кухня. Изначально она должна была находиться за вашей спиной. Тебе показалось, что та часть темная, ты захотела кухню перенести в другую сторону. Что происходило? Глеб, как я знаю, посоветовал кого-то из своих знакомых, кто кухней занимается. Да, да, приехала женщина делать замеры. Честно говоря, просто эта стена, она была еще неровная. То есть дерево было неровно положено и ее в любом случае пришлось бы менять. Как бы Глеб нам сказал с самого начала, что я ее сниму, новую вам положу. То есть Глеб знал, что она с косяком. Да, да, да. То есть он это признал? Да, он об этом сказал, он говорит, вот тут вот, и по-моему, вот это еще. Он говорит, это я переделаю, без проблем, за месяц я все сделаю. Приехала женщина, я как человек разумный начала с ней советоваться. Я говорю, как вы считаете, здесь лучше или здесь? В общем, мы с ней нашлись на мнении, что лучше в светлой зоне. Пришел Глеб, мы ему об этом сообщили, он распсиховался. А распсиховался, он хотя бы объяснял, из-за чего он психует? Это же ваш условно дом. Зимон не объясняет, он просто орет. Он орет, говорит, что это бред, и он считает, что его мнение самое важное. Женщина была в шоке. Но так как я уже представляла, что будет, шока у меня не было. Ты же общаешься с соседями? Да. Что соседи говорят по поводу этих домов? Вначале все было нормально. То есть, когда мы первый день встретили соседа, он такой счастливый, говорит, я вот заеду, планирую через 2-3 недели. Все супер-супер. Да, Глеб повысил смету, но как бы мы планируем тут жить. И потом с каждым днем все стало еще хуже, хуже, и у соседей начали опускаться руки, и одни, мы их недавно встретили, они говорят, мы уже прошли все стадии от возмущения, принятия, они говорят, мы уже просто спокойно ждем, когда он доделает, дай бог, чтобы просто доделал. Ребятам привезли лиственницу, и первая партия была бракована. Глеб, как застройщик, конечно же, не стал ее класть, потому что она плохого качества. Заказали новую, привезли вторую хорошую, но первую партию всем раскидали по смете. Люди это оплатили. вы за это заплатили, а вернуть ее как брак не получилось? Вопрос к Глебу. В своем видеоролике рассказывает, что он первый дом не доделает, пока не сделает остальные. Сегодня мы приехали с вами на съемку, и уже третий день с моего дома плиточник перешел на первый дом, хотя в других домах тоже не сделана плитка, и мы можем тоже заснять, посмотрите. И вот сейчас работает в своем доме, в Глебовском, и докладывает плиточку. Ну и вентиляцию можете посмотреть, как выполнено в единственном доме, который принадлежит Глебу. Да, друзья, вы не ослышались. Из семи домов рабочая вентиляция есть только в одном доме, в первом, который сейчас принадлежит Глебу. Все остальные шесть домов, вы посмотрите, они стоят закупоренные, в них нет вентиляции. Хочется спросить тех, кто их купил, вы сами-то куда смотрите? У вас деревянные дома без вентиляции. Они у вас просто сгниют, задохнутся, у вас будет плесень, но это ненормально, вентиляция уже должна быть, должна быть изначально и рабочая. Так, а почему у вас вентиляции-то сейчас нет до сих пор? Ну, это, я не застройщик, я не в курсе. Вот, видишь, тротуарная плитка, в принципе, как бы, ну, прикольно, вот все-таки сделана дорожка. Ну, вот, если здесь все, вопросов нет, то я не уверен, что на седьмом доме она не уплывет, потому что там овраг. У него за этот месяц вскрывали полы на первом этаже, потому что у него замерзло отопление, ночью генератор, не генератор, а подстанция в деревне сгорела, и электричество вырубилось, и отопление все замерзло. Ну, вот, вот, собственник этого дома говорил, что он через неделю заедет, когда мы первый раз заехали в этот поселок, но у него то замерзло все отопление, то еще какие-то вопросы возникали. На втором этаже ему ламинат положили, потом сняли. Гипсокартон, не знаю, вот что ребята в этот дом, по-моему, заносили. Тут вот гипсокартон мы переделали, у него трещины пошли. Вот сейчас вроде сделали уже хорошо выглядит вроде. Глеб в своем ролике говорит, что у меня никаких доделок не будет, пока я не сделаю остальные дома. Вот сейчас мы были в первом доме у Глеба, там работает плиточник, и вы видели, какой дом у него, в принципе, вот полностью, даже вентиляция есть. Вот дом человека, который платит ему деньги, который его заказчик, как выглядит его дом, и где плитка, вот санузел. Плитки нет, плиточник работает в другом доме. Что за срочность, я не знаю. Ну и лестницы тоже пока здесь нету, можно вот... А это типовая дверь. Она, блядь, пустая какая-то, видимо, дверь за тысячу рублей. Егор, насколько я знаю, ты составил даже целый список с косяками, с которыми ты столкнулся. Я список не составлял, он сам по себе пришел ко мне, можно сказать так, потому что когда я захотел переделать эту комнату, Глеб признал, что тут якобы две стены нужно переделать, а то, что я вам показывал на остальных киски, например, там гвоздь торчал, там были запилы ужасные, ну это была вся комната, вот эта комната была самая ужасная по отделке. Он мне начал говорить, что это придирки. Я говорю, ладно, Глеб, могу я хотя бы одну комнату в доме сделать нормальной, чтобы она была в гипсокартоне и под себя сделать кухню. так как тут не типовой дом, а немножко отличается от остальных твоих. И мы скрыли полы, нам нужно было перетащить воду. У меня рабочий начал резать воду, а трубы очень плохо режутся, потому что там внутри не вода, а лед. и мы все перенесли в лед от того, что канализация идет напрямую на улицу неутепленная и вода рядом с ней. И, соответственно, все дует с этой канализации весь входящий воздух с улицы и, наверное, поэтому стал. Может, причины и не вовсе и не из-за этого, я не знаю. Но воду мы так и не смогли включить в доме на протяжении месяца. Это основной момент был, моя просьба к Глебу, ко всем рабочим, пожалуйста, покажите мне в доме водичку. Я хочу проверить, как у меня сделана вода на кухне, перенос воды, потому что это была пайка, была обрезана существующая вода, что там все хорошо, потому что дом деревянный все-таки, если где-то что-то подтекает, то это будет потом гнить и ничего хорошего из этого не выйдет. Но тебе так в итоге ничего не показали? Да, мне сперва говорили, то там кабель, в одной греющей не заходит в трубу, то ли он обмотан, я так и не понял. Потом версия поменялась, что якобы из-за электрика, что насос не работает, то там электрик придет, то он не смог сделать, то придет попозже, то еще что-то поменяется. В общем, постоянно кто-то куда-то едет и не доедет. Вот мы сейчас стоим в доме, вы можете видеть, на фоне, что деревья уходят, но сильного ветра нету. Тем не менее, периодически из разных углов реально доноится шум такой. А это вот как раз тот самый металл. Однокамерность ты снимал на втором этаже, не только на втором, но еще и на первом. Тут вот два огромных окна, они тоже однокамерные. На самом деле вот про однокамерность я не смотрел, я не думал, что тут такое вообще возможно. Я прочитал в комментариях под видеороликом Глеба. Вот мы у второго дома, номер два, мой номер семь дом. Здесь вот двойной стеклопакет, мы можем наблюдать, вот большое остекление идет. Ну вот такая разноплановость к подборам материала происходит. Каково размещение домов у Глеба Пьяных? Оно гениально. И по его словам, и частично по моему мнению личному. Но есть один небольшой нюанс. По плану межевания, вот вы стоите на террасе третьего дома. Дома расположены не в ряд друг к другу, вот как вы могли обычно, классически, вот наблюдать, как здесь вот они расположены. А они находятся в шаговом порядке немного и сдвинуты. И получается так, что по кадастру вы находитесь у себя на своем доме, в своей террасе. Можете там смотреть фильм или пить чай, и у вас все окна выходят на участок, вот вы как думаете, вот этот чей участок? Это участок соседа. И это здорово, это красиво, если нету заборов, если это кондоминимум, если человек не захочет там построить беседку, какую-нибудь баню свою воткнуть, что по законодательству он имеет право сделать. А здесь должен быть полотенцесушитель, его не привезли, его просили, чтобы его привезли, потому что нужно понимать, где выводы, какая ширина выводов, там, верхнее, нижнее подключение. Обычно у полотенцесушителя нижнее подключение, но его не привезли так вот за месяц и вывели вот сюда под верхнее подключение. Я не уверен, честно говоря, что это не придется опять переделывать. У меня сразу возникает вопрос из серии, что будет с канализацией, как это будет работать, что это будет в зимний период времени, если сейчас у тебя промерзания были, когда это будет исправлено так, что ты пришел, открыл, у тебя пошла горячая вода, чтобы ты пошел, сходил в туалет, смыл, у тебя все это смылось. И чтобы это было и в плюс 20, и это было и в минус 20, и в минус 30. И чтобы когда ты будешь здесь в минус 30 ходить дома в тапочках, как это делают все, ходят дома в тапочках, чтобы у тебя здесь по ногам нигде ничего не сквозило, чтобы у тебя так вот прыщи не вылезли на лицо от того, что тебя везде продуло, шеи ты повернуть не можешь. Вот эти вопросы. Вопросы к стенам, как это вот, местами это гуляет, Даша показывает один угол, то, что наступаешь, там она просто пол ходит, гуляет. Вопрос вообще просто с точки зрения мусора, почему мусор не вывозят? Он вообще просто в доме лежит, куда, почему это не делает? Это что, норм? Это вопросы, которые задает человек, который сюда приехал первый раз. Это не мои вопросы. Мы с Димой не договорились, что он мне их сейчас будет задавать. Это вот то, что видит Дима, как посторонний человек. Мне обещали за месяц доделать дом. Я сюда заеду. Глеб в курсе, что я живу в аренде, и мне было бы интересно эксплуатировать его дом какое-то время и посмотреть, как оно. Но у меня нет ответов на эти вопросы. Я вот нахожусь в ситуации, когда мне говорят завтра, ну, значит, завтра. В Испании всегда завтра. И вы сейчас с Глебом, в принципе, не общаетесь, я так понял. Я не вижу смысла диалога. Это застройщик, который решил, что он собственник этого дома, хотя есть инвестор этого дома и человек, который платил. Глеб занимается фид-девелопментом, и по факту он застройщик. А фид-девелопмент мне не особо тут как-то виднеется на фоне сделанной исключительно только одной дороги и там пяти сосен. Может, я по количеству ошибаюсь. В чем он еще заключается? Межевание не сделано, забора нет, шлагбаума нет, никакой въездной группы нет. Ну, вот, есть обещания и есть недоделанные работы от застройщика, и которые не могут выполниться в срок. А когда сделать, неизвестно. Отмечу, что лично я являюсь любителем. Меня пригласили посмотреть, что люди хотят купить. Мы посмотрели, показали вам. Вы можете увидеть какие-то дополнительные косяки или какие-то интересные идеи в этом видеоролике. Мы не смотрели, какой там фундамент. Мы не смотрели, как сделаны стены. Мы не смотрели, как там сделана крыша. Все это могут сделать профессионалы. Мы не пользовались уровнем. Мы не пользовались тепловизором. Мы эти технологии, которые дают возможность оценить качество постройки дома со всех сторон, не использовали. В общем, смотрите, давайте здесь подведем черту. С моей стороны, я очень рад тебе, что ты меня пригласил и дал возможность просто это хотя бы увидеть вживую. ребята ведут канал. Я оставлю на них ссылочку. Я также оставляю ссылочку на всякий случай на канал Глеба, если вдруг кто-то не в курсе, не видел, чтобы вы могли зайти сами все посмотреть. Если какие-то у них там баталии между собой будут продолжаться, потому что, как выясняется, когда Глебу что-то не нравится, он снимает об этом видеоролик, вот пусть они между собой продолжают. То есть я здесь исключительно первый, последний раз. Мы пришли, посмотрели, нам сделали отзыв. Мы с вами, друзья, надеюсь, выводы сделали. Надеемся, что в скором времени все-таки ситуация изменится, начнут работать люди в этих поселках, выполнять свои обязательства, застройщик Глеб. И придет лето, придет красота. Спасибо большое, Дим, тебе, что ты приехал к нам в гости. Это наш первый гость в нашем новом объекте, объекте недвижимости очередном. Я хочу спасибо вам сказать за просмотры. Подписывайтесь на наши каналы и наблюдайте за дальнейшими развитием событий. Спасибо. Вот такой у нас получился сегодня сюжет. С одной стороны, казалось бы, есть и нет готовых документов, которые могут тебе подтверждать, что ты собственник дома, земельного участка, разговор окончен. Нет. То есть люди пытаются договаривать, пытаются найти общий язык. Качество отделки, качество строительства дома вы сами все увидели. При этом, общаясь с ребятами, вы видите, что они недовольны, но они хотят здесь жить. Им понравилось изначально. Сама концепция, сам райончик. Хочется сюда переехать, но вот между собой пока что договориться им не удается. Сама идея Глеба построить там дом за три месяца, дом за год. Ну, вот вы видите сами живую картинку. Мы ничего не прячем. Сегодня 3 марта 2021 года. Мы приехали к людям в гости. Нас пригласили посмотреть, что здесь происходит. Друзья, всех приглашаю подписаться на канал, всех приглашаю подписаться на инстаграм канала, потому что там всегда выходят свежие новости. Всех приглашаю высказать ваше мнение объективно в комментарии. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч. Всем пока-пока.